В самом начале сессии депутаты не смогли не прокомментировать нашумевшую историю с выговором, который глава республики получил от президента за срыв программы расселения аварийного жилья. Народные избранники сочли весьма отрадным тот факт, что Александр Худилайнин не стал спорить с критикой и полностью признал проблему. Самые отчаянные парламентарии порекомендовали главе действовать решительней. Безусловно, только отставка всего правительства. И дальше рассмотрение ситуации, кто где в чем виноват. А разобраться со всем именно для этого и здесь у нас есть законодательное собрание глава республики. Впрочем, инициативу вице-спикера одобрили не все. Давайте вернемся к повестке дня. К повестке пришлось вернуться. Главной ее темой стала законодательная инициатива депутата Михаила Уханова, который предложил ввести дополнительную ежемесячную выплату для пенсионеров до 80% от прежней зарплаты в зависимости от стажа. Правда, речь идет не о врачах или учителях, а о бывших муниципальных служащих. Проект закона получил отрицательное заключение главы республики и протест со стороны прокуратуры. Предлагаемый законопроектом правовое регулирование нарушает конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления, потому что лишает муниципального образования права на самостоятельное установление своих расходных обязательств. Сторонникам спорной законодательной инициативы не хватило всего нескольких голосов. Так решение не принято. Бывшим муниципальным чиновникам остается только завидовать своим республиканским коллегам по государевой службе. Солидную прибавку к пенсии они получают уже не первый год. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. Продолжение следует...